добрый вечер наша недельная глава это глава трума и мы начинаем в принципе в этой главе разбор что называется строение мешкана переносного храма и его утвори его предметов заклея мешка и сегодня хочу поговорить очень интересные вещи то есть мы сейчас берем мешкан попробуем понять его предназначения а также мы из этого предназначения немножко попробуем связать это с успехом и правильным отношением то есть увидим в чем связь между мешканом и правильными отношениями в семье и на что нам намекают некоторые вещи и где за всякими вот этим техническими подробностями скрыты жемчужины жемчужины которые вещи на которые люди не обращают внимание а это дорогого дорогого стоит то что нам открывается но поехали давайте разбираться и так в принципе заповедь после сенатского откровения так далее заповедь о мешкане переносном храме и его утвори начиная скажем так новую эпоху у народа израиля до этого связь между всевышним народом израиля в принципе выражалась скажем так какими-то событиями большими грандиозными так далее например в египте в египте всевозможными казнями развержения моря то что и на горе синаи то что всевышний спустился говорил с народом и так далее что-то грандиозно теперь в принципе шхина божественное присутствие начинает скажем так находиться обитать среди самов израиля скажем так более спокойном стадии то есть более драматично они тоже похожи отношения в семье то есть до свадьбы трарам бабабам а после свадьбы начинаем входить более такое вот скажем так в рутину более менее драматично и сейчас когда мы скажем так посмотрим на стихи которые заканчивают предыдущую главу главу мишпатим то мы увидим что переход от главы мишпатим от законов к нашей главе к построению храма он действительно весьма скажем так плавный по настоящему просто на то что нас обрезается глава и мы не продолжаем читать то мы не видим эту плавность по-настоящему есть плавность и весьма легко проходит дело в том что в конце синайского откровения которое нам описано кстати в конце предыдущей главе не в конце главы и троп то есть в конце главы мишпатим всевышний говорит муше что он говорит подняться на гору сена еще раз для чего для того чтобы получать скрижали скрижали завета муше поднимается туда и он там задерживаться на 40 дней вопрос зачем вопрос зачем зачем муше рабейну находиться столько времени для того чтобы получить скрижали ответ на этом можно сказать что муше рабейну поднялся то получать скрижали но получил намного больше чем скрижали по-настоящему он получил снова и это я говорю сейчас на мнение рамбана раби муше бен нахмана не по мнению раши и я хочу попросить сразу всех у меня иногда то есть в тубе в этой ролике есть люди которые и не только в ютубе начинают реагировать а вот потому то комментарию там другой окей я хочу сразу привести я урок провожу когда хочу донести идею есть куча комментаторов я не обязан проводить урок по определенному комментатору я хочу провести какую-то идею и нужно понимать что из семьи 70 ликов у торы более того ни один из комментаторов не является торой сена ни один из комментаторов не как он описывает так оно и было комментатор приносит идею раскрытия то есть из тех скажем так семидесяти ликов тор и он его вносит то которое захватило а я хочу провести другую я не обязан никакому комментатору ничего я должен базироваться на вещи которые написаны и есть у меня была база так вот там уже когда я про голову не говорю рамба по мнению рамбана в принципе мошера бену подымается и получает длиннющее описание заповедь строительства мешка и так действительно можно понять если мы будем прочтем скажем так по порядку окончания предыдущей голове начало наше давайте немножко прочитаем вы это увидите скажем так начиная с двенадцатого стиха то есть двадцать четвертой головы в конце главы мишпаты и сказал господь ему шеф зайди ко мне на гору и будь там и я дам тебе скрижали каменный и тору и заповеди которые написал для научения их да то есть в принципе он даст ему скрижать что происходит и мы немножко то есть дальше будем кого там уже оставляет за него мы пропустим и читаем дальше и вошел в маше в середину облака и взошел на гору и был маше на горе сорок дней и сорок ночей и сразу же переходим главе трума и сказал господь маше говоря скажи сынам израиля что вы собирали для меня приношение от всякого человека восстановление сердца и так далее так далее и дальше то есть я немножко по слову пропущу перескочу потому что описывается что именно будут они принесить и пусть сделают они мне святилища и будут обитать среди них то есть да что мы из этого видим мошера бейну был был послан получить скрижали подняться на на сорок дней сорок ночей поднимается туда наверх и получает заповедь от храма причем это заповедь храма и его утвари и так далее она проходит через главу трума через голову после этого ты цве и даже нас находится в начале главы китиса то есть принципе две с половиной главы подряд и поэтому в принципе можем понять раз так много нужно объяснить то почему это занял 40 дней и только в самом самом конце все этого всего этого описания описано в самом конце уже в главе китиса сказано что мошера получил крыш скрижали то есть это в 31 глава 18 стих мы читаем и и и дал маше по окончании разговора с ним на горе стена и две скрижали откровения скрижали каменный написанный перцом божий в конце то есть он поднял вас дать скрижали дал ему вот такую заповедь огромную то есть полную мешканую утварь и в конце дал ему скрижали теперь все хорошо и замечательно прекрасно из этого мне обязаны сделать вывод что храм был построен мешкан был построен для чего для того чтобы то есть для того чтобы получить скрижали то есть храм по настоящему мешкан это условие для получения скрижали и тут нужно понять очень просто когда мужик получит скрижали он понятно должен задаться вопрос окей я получил скрижали а дальше что то есть что с этим скрижали делать куда их положить что с ними делать я не буду поэтому мошера всевышний скажем так предупреждает вопросы муши и дает ему заповедь мешкана где будет скрижали лежать и не зря все начинается первое же самое первое о чем заповедует всевышний нашему шеробейну это из всего мешкана это и пусть делают ковчег из дерева шитин для локтя с половиной длиной его и полтора локтя ширина и полтора локтя высота его и так далее ковчег завета первое что записано туда скрижали положу там должны лежать скрижали теперь после того как все заповедь мешкана то есть при переносного храма можно дать и скрижали причем эта идея подымается где в голове пикудэй который будет мы будем читать дальше в конце книги шмот там сказано это законы то есть мешкана мешкан га идут то есть он ковчег чего свидетельство что такое свидетельство скрижали это свидетельство свидетельство святого откровения таким образом мешкан он является местом свидетельства и это действительно то что объясняет рожбам рожбам начале нашей главы говорит бешвиль для чего сделан мешкан то есть да в принципе для того чтобы для арона то есть для ковчега завета где будет лишь лежать скрижали он основной смысл для того чтобы сделать мешкан переносной храм таким образом есть очень интересный момент обратите внимание процесс принципе создание мешкана переносного храма когда создает его народ израиля похож на процесс бракосочетания я сказал что мы поговорим о браке по ходу бракосочетания смотрите есть несколько этапов у пар когда она делает вначале есть уж называется период влюбленности и ухаживаю когда происходит очень большое сближение между парой в этот период который доходит до пика до свадьбы и потом переходит скажем так когда по расстроит свое гнездо то же самое происходит этот процесс с народом израиля народ и со всевышними то есть до нас ни гешмотом и так далее народ израиль проходят все эти стадии книги шмотом сначала в египте когда всевыш mercy вступает и Lean скажем так видео то есть говорит вот занимается то есть оберегает народ израиль а хотя Это очень похоже на именно тот этап, когда ухаживание. Всевышний как бы ухаживает за народ Израиля. Он его уводит из Египта и так далее. То есть, в принципе, делает все, что надо. Это делается пик, это дарование Торы, это свадьба. Не зря дарование Торы описывается как ухазаль, очень часто как свадьба. И сама Тора, то есть, искрежали как ктуба, то есть, как договор. Например, связь эту мы видим. И таким образом, что такое мешкан? Мешкан – это, в принципе, когда пара женилась, когда произошел брак, она строит свое гнездо. То есть, строит то место, где оно будет продолжать жить и развивать свои отношения дальше. Это, кстати, допустим, есть в Мараф Тракта Китании, которая приводит очень похожую эту свечу. Она говорит… Это стих, как вы знаете, то есть, да, это стих из Шира Шрим, то есть, да, что выйдете дочери из Сиона и посмотрите царя Шломо, то есть, в венце, которые… Нет, это не Шира Шрим. Это Куэльт. Что-то я совсем потерялся. Даже у меня бывает сбой, называется… Откуда это? Нет, это Куэльт. Это Куэльт. Это Куэльт. Это Куэльт. Что-то меня напугалит, не знаю, вдруг Гуэльт. Окей. То есть, да, выйдете дочери Сиона и увидеть, то есть, да, венец, которая сделала ему мать его в день свадьбы, в день его радости. Говорит Медраж, бейом хату на тот день его свадьбы зоматан Тора. Это дарование Торы. Бейом симхат либо, то есть, день его радости, его сердца. Это зе биньян бейтамикдаш, то есть, строительство храма. То есть, в принципе, есть хатуна, то есть, да, свадьба. А после свадьбы что делается? Делается семь дней, то есть, его в своем доме жених заходит и делает семь дней празднования. То есть, шавабраход так называемый. Это симхат либо называется. Поэтому благословляемый симхат либо, то есть, да, что радость в его обителях и так далее. И поэтому получается, что свадьба – это дарование Торы. А дальше, то есть, мешкан, храм и так далее – это симхат либо. То есть, в принципе, это продолжение, то есть, скажем так, семейное гнездо. Окей? Это тот процесс. Теперь, как произошло, как этот процесс завязывался? Что, в принципе, взяли эти скрижали завета, скрижали заветы, они лохота идут, то есть, да, скрижали свидетельства. И их, скажем, которые свидетельствуют о пике отношений на горе Синай. И, в принципе, они приходят в мешкана идут. То есть, слово мешкан от слова лишкон – обитать. В обитель свидетельства. То есть, там обитает свидетельство. То есть, обитель. Кстати, и пара тоже называется шухенет, то есть, да, то есть, мешкан – это место обитания. Итак, из этого получается, что ковчег завета, в котором находятся эти скрижали, это первое, то есть, предмет, который упоминается в нашей главе, является ничем иным, как задачей, то есть, и, в принципе, смыслом мешкана. То есть, в принципе, это место, в котором обнаружатся эти скрижали. И, кстати, поэтому, кто должен сделать Арон, кто должен сделать этот ковчег завета? Народ Израиля, как народ. И это мы видим. Пусть сделают они ковчег из дерева Шакима. Они сделают. Это про него сказано, про Арон. Они должны сделать мешкан, то есть, да, сделать святилище и сделать ковчег. Дальше все остальные убранства и так далее храма переходят к тому? К муше. Только с муше разговаривают. Вы, асито, и сделай, и сделай, и сделай. То есть, да, про муше. Про весь народ Израиля только сам мешкан и только ковчег. Муше, асито, а дальше асито, 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 все остальные вещи. Окей. Тогда давайте разберемся дальше. То есть, да, почему, то есть, если мешкан, то есть, да, создан для скрижали, то достаточно было сделать ковчег и поставить уголь в палатку. Зачем все остальное? Минора, стол с хлебами, жертвенник, жертвенник по скурению и так далее, и так далее. Зачем все это? Давайте пробуем разобраться. Мы читаем дальше, что после того, как получает мушер-абейну заповедь о ковчеге, он получает следующее. Сделать капорот и крувим. То есть, да, капорот, я не знаю, как это перевести на русский, но сейчас я, то есть, это с крышка. И сделай крышку из чистого золота, два лаптя, крышка это копоры, то есть, это крышка для ковчега, и так далее, и так далее, и сделай двух киров из золота, чеканная работа, сделай на обоих концах крышки. То есть, в принципе, он там стоит. Для чего мушер-абейну делать крышку этих киров? Мы читаем чуть дальше 22 стих. И буду я открываться тебе там и говорить с тобой поверх крышки среды двух киров, которые над ковчегом откровения обо всем, что будут заповедовать через тебя сынам Израиля. О, есть еще одна задача у мишкана. Какая? Еще одна задача для мишкана установить связь, отношения. То есть, в принципе, у мишкана должно быть, кроме того, что он обитает там в скрижале, и это их место, то есть свидетельство пика свадьбы народа Израиля Всевышнего, также это место, где происходит общение, соединение. То есть, да, и теперь, и мушер-абейну там будут разговариваться. И все остальные предметы, которые должен делать мушер-абейну, они половозлонны, они бастит, и сделай, и сделай, и сделай, и сделай, и сделай. То есть, в принципе, вопрос такой. В чем разница? О чем идет это? Для чего делаются все эти предметы? Мы снова возвращаемся к тому же вопросу. Самый простой ответ, который можно дать, для чего все эти убранства? Мы говорили, это дом. Это дом, где живет новая семья, так называемая, то есть, да, новые молодожены, то есть, народ Израиля Всевышний, там, где они соединяются, там, где они соединяются, там, где они соединяются и так далее. В доме должна быть утварь. Нужен стол в доме, стол с хлебами, нужна светильник, минора. Правда, в эту картину жизни не вписывается жертвы и воскурения никак. То есть, да, но, может быть, в древности было, то есть, люди ставили воскурение, чтобы запах хороший был в доме и так далее. Но, скорее всего, все намного глубже, для чего это все нужно. Давайте по-моему разберемся. Прежде чем мы, скажем так, начнем разбираться с утварью, которая, кстати, описание утварей, оно очень техническое. Очень-очень техническое. Иногда за этими техническими данными, то есть, столько локтей, столько локтей, высоту, ширину и так далее, можно потерять вещи. Поэтому, наоборот, нужно следить внимательно и читать эти технические, скажем так, описания предметов, утвари внимательно-внимательно. Почему? Потому что, пролистывая быстро, ты пропустишь очень важные вещи. Когда ты внимательно присматриваешься, ты можешь заметить вещи, которые выглядят явно не в тему там, явно выделяющиеся очень сильно на фоне технических данных. Например, если внимательно прочитать все технические переносания утварей и строительства этого мешкана, мы увидим очень интересный момент. Есть слово, или, скажем так, фраза, которая повторяется очень много раз. И она явно очень странная здесь. Это фраза по ним. Лицо. Лика. Например. Самое, конечно, видно сразу, бросаешься в глаза, это с керувимами. То есть, да, с керувимами говорит стих, как и будут керувы с прострастетым вверх крыльем покрывать крыльями своими крышку, а лицами своим друг к другу. То есть, да. А крышка, да, будет лица керувов. То есть, да, если на иврите позвучу, смотрите. То есть, в принципе, получается, в этом случае есть связь между крышкой. Кстати, и написано, что дальше. А лицами своими друг к другу, а крышка, да, будет лица керувов. Получается, связь какая-то, то есть, связь между керувами, связь между крышкой и керувами. Да, по ним какое-то лицо. Но это не все. Смотрите про стол. Как стол называется? И положишь на стол, хлеб по ним. Что за хлеб по ним? Кстати, многие комментаторы сломали перья понять, что это значит. Допустим, Раш объяснил, имеется в виду, что по ним это вид хлеба, как он сделал. То есть, да, он выглядит как по ним. Рашбан говорит, что речь идет, по ним это слово лифней, то есть перед, то есть перед Всевышним, то есть хлеба перед Всевышним, поэтому по ним. В любом случае, слово по ним к хлебу очень странное, оно вроде не на месте. Все красиво и замечательно, мы сейчас перейдем еще. Следующее. Менура. Светильник. Смотрите, там тоже по ним. Слово выразляется. Сейчас он, правда, на русском это перечитает. Я надеюсь, что не убили фразу. И сделал семь лампад его. И зажжешь он лампад его, чтобы он освещал лицевую сторону свою. Ну не лицевую, а точнее, тут больше то есть к своему лицу. То есть перевод на же лицевую, но это не совсем правильно переводность. Эль пане – это к своему лицу. То есть освещал. Так это сделал. То есть в принципе, тут явно выход за техническое описание. То есть техническое можно сказать, то есть горит прям так, вот так и так далее. И здесь тоже комментаторы сломали перья. Что это значит? Почему пане? То есть почему здесь слово лицо приведено? То есть клика. Более того, дальше идем Мизбеха Ктор. То есть вот этот вот жертвенник. Что там внутри святая святых? Кто дает святости? То есть внутри святая святых там находится ковчег, над ним с ликами находится керуевыми и крышка. Выходим в святая. Там уже у нас с ликом хлеб. То есть лехом Апаним. У нас там уже с ликом находится минора куда-то, которая с лицом. И у нас же тут же с лицом появляется Мизбеха Ктору. Но там не совсем лицом. Там нет слова лицо. Там нет слова по ним. Но вы сейчас слышите, там да есть. Связанное с по ним. То есть вот этот вот жертвенник, то есть воскурение. Золотой жертвенник. Там звучит следующее. Кстати, нужно знать, жертвенник описан в самом конце уже в главе китеса. Есть о том причина, но это отдельный урок. Почему именно жертвенник золотой воскурения описан после всего? Мы этим заниматься не будем. Но там звучит-то так. Вы на тата у то лифней. То есть снова слово в тот же корень. Гапороха ташер аля арона идут лифней, а капор ташер аля идут ашер и вода шама, векиторы томит лифней гашем ли дуратыфа. То есть давайте я на русском это прочитаю. И промести его перед завесой, которая перед, то есть лифней это перед, ковчегом откровения, против крышки, которая над откровением, где я буду вляться тебе и будут курить на нем. Каждое утро, когда он приходит в лампады, будут курить им. То есть им потеряли. И когда зажигает арон лампады в сумерки, он будет курить им. Это курение постоянно перед господом в Рудержак. То есть на русском потеряло слово лифней. Вы услышали на евре, перед, перед, оно повторилось несколько раз. В русском оно немножко смазывалось. В любом случае, что имеется в виду, получается, жертвенник, он стоит не один, он стоит перед, написано, лифней Акапорет. Он перестоит перед Капорет. Что такое Акапорет? Крышка на ковчеге завета. То есть она стоит перед ним и перед Богом. То есть есть соединение между этим жертвенником для воскурения и между ковчегом завета и той крышкой, которая на нем. И там, а кто на той крышке стоит? Она стоит лицом к керувам. Керувы находятся лицом к лицу друг к другу. То есть с ними между взаимосвязь. То есть в принципе получается встреча лицом к лицу на еврейите. Знаете, как называется встреча? Мевгаш паним эль паним. Когда говорит интимная встреча. Встреча, когда один на один на еврейите говорит паним эль паним. Встреча лицом к лицу. То есть тут явно раскрывается и огромный намек на встречу очень такую, скажем, насыщенную встречу лицом к лицу с самим Богом. Через все эти утвари. И это раскрывает еще один аспект из храма. Но у нас есть еще один интересный момент. Еще одна связь. Если мы переходим то есть из убранства во двор, где стоят то, что называется вернемся назад нашу главу из Хикиса, вернемся обратно в Труму, то мы читаем про эти так называемые ириот, то есть ириот, покрывала, которые покрывают мешкан, там сказано следующее, смотрите, пять покрывал должны быть соединены одно с другим и еще пять покрывал соединены одно с другим. Убили вообще еврит. На еврике смотрите, как это звучит, я вам просто дословно переведу, чтобы вы поняли. Они перевели смысл, но дословно звучит очень странно. Пять покрывал будут соединяться женщина к сестре своей. Пять покрывал соединяется женщина к сестре своей. Это техническое описание, выбранное, то есть этот стиль, эти слова женщина к сестрой, то есть что-то, что соединяется очень сильно. Смотрите, там интересно, это все хорошо, то есть с этим покрывалом, которые покрывают ковчег, то есть не ковчег, а скинию. Смотрите, крошим, балки, которые находятся во дворе, там тоже красиво все. Мы переходим, это стих 17, здесь тоже убьют на русский. По два шипа у каждого бруса соединяются один с другим, как сделают всех брусе в скине. Убили. На ивре звучит, что едут лекеры штахет, мишуловод иша аль ахута. Снова, то есть два руки, которые сделали к выступам брусьям, один соединены, то есть мишуловод сплетены. Это еще более серьезное соединение, не просто, а мишуловод. Женщина к сестре своей. Снова, фраза явно не подходящая к техническим писаниям, то есть это для инженеров. Очень странно. То есть, да, что такое иша и лахута, кстати, фраза иша и лахута, где появляется еще раз во всем Танакии, больше никогда нигде. Сказать? Фраза иша и лахута появляется еще раз в видении хискеля колесницы Всевышнего. Там сказано про кого, там, когда он описывает крылья животных, которые везут колесницу, про этих крыльях он говорит ховрот и шаляху так на феем соединены женщина к сестре своих крыльях, то есть, в принципе, друг к другу направлены. То есть, эта фраза появляется здесь и на колеснице хискеля в видении. Что это нам говорит? Дело в том, что что видит хискель в своем видении про колесницу? Он говорит, что он видит хиахая, кстати, это он тоже объясняет, ашер раити тахат элюкей сраэль, это уже в 10 главе, это в первой главе он видит и потом в 10 он описывает, то есть, снова, когда он уже видит храм, он говорит, то есть, он видит храм, то животное, которое он видел, под Богом Израиля на реке Кевар и я узнал, что это Крувим, то есть, то, что он увидел, было запряжено, называется в колеснице, это Крувим, и про них сказано, что их крылья, иша, иляхота, А они изображают Крувим, как мы объясняли, полное соединение, лицо к лицу, то есть, получается, эти рио, то есть, эти покрывалы, и эти, то есть, шипы, то есть, которые соединяют брусья во дворе, которым закрывают, то есть, строится забор храма, они тоже показывают единение, соединение, и это просто гениально, то есть, в принципе, здесь что происходит, здесь происходит, что весь храм, он творит вот эту вот систему, вот эту важность единения, соединения, то есть, не только присутствие этих скрижалей, которые находятся, которые свидетельства, но там и есть, что называется итваадут, не зря он называется огельмуэдр, итваадут, это встреча, собрание, то есть, поэтому называется шатер соборный, имеется в виду, что туда приходят навстречу, и, кстати, фраза идут и тварадут, они тоже очень похожи, то есть, свидетельства и так далее, теперь я вам еще покажу еще очень интересную вещь, которая, то есть, получается, что мы увидели, что все убранства, все даже, то есть, то, из чего строится храм и так далее, мешкан, все это преследует одну простую цель, реализовать вторую задачу, встреча лицом к лицам всевышнего, теперь смотрите, очень интересный момент, кто помнит в своей голове, как выглядит, то есть, строение святое, святая святая, как стоят убранства, я вам нарисую, возьмите вот квадратик, то есть, да, приблизительно, допустим, здесь, то есть, да, в этом квадратике, то есть, проблема, потому что у вас-то перевернуто, то есть, это зеркально, скажем так, с этой стороны, с этой стороны находится, скажем так, ковчег завета, над ним, вот здесь, ковчег завета, над ним находятся керувы и так далее, а вот с этой стороны находится так, здесь находится минора, здесь находится хлеба, то есть, стол с хлебами, между ними, то есть, чуть-чуть в сторону, находится, чуть-чуть выступая, выходит, жертвы к воскурению, теперь я поворачиваю голову в эту сторону, смотри, что получается, там, где глаза, это минора, там, где рот, это стол с хлебами, там, где нос, это находится, то есть, жертвы к воскурению, там, где ухо и мозг, это ковчег завета находится и находятся керувы с топором, крышкой, то есть, в принципе, размещение, утварь и так далее, повторяет человеческое лицо, символично, то есть, а не только лицо, то есть, в принципе, голову. Что это, а чем у нас это учат? Обратите внимание, кторет, воскурение, они к какому чувству обращаются? К запаху. Нос. Минора, свет, к каким чувствам обращаются? К видению, к глазам. Хлеба, это какой вкус? То есть, в принципе, это вкус, то есть, насыщение, рот. Теперь переходим дальше. Керувы для чего предназначены? И буду я вообще говорить тебе между керувами. То есть, там будет происходить общение, то есть, это слышать. Ковчег завета, который находится внутри, это мозг. Почему это мозг? Нужно находится, что в скрижале? Для того, чтобы прочитать скрижале, для того, чтобы понять скрижале, нужно разум. Более того, для того, чтобы помнить, а не свидетельство, нужен память. Где память находится? В разуме. В мозгу. То есть, что у нас происходит? Получается, что соединение, то есть, мешкан создает, очень интересную вещь, он создает использование всех пяти чувств, которые есть у человека, для соединения. Более того, он рисует, как бы, в принципе, вид лица, которое направлено, кстати, обретать ему куда? Наружу. То есть, нос и рот где находятся? На выход. То есть, оттуда, куда человек приходит. И как бы, понятно, что это не лицо Всевышнего, то есть, это не лицо Всевышнего, но это символическое лицо, обращенное к приходящему, на соединение общения. Поэтому это общение лицом к лицу. И Рамбан что сказал? В чем смысл мешкана? Для чего мешкан был сделан? Для того, чтобы постоянно повторять там, что Синайское откровение. А что произошло на Синайском откровении, мы читаем, в книге Дворим, когда все в Моше рассказывают, лицом к лицу говорил с вами на горе из огня. Общение лицом к лицу. То есть, полное интимное общение, соединение, поэтому как бы лицо обращенное, символически лицо обращенное к тому, кто лицом входит. Общение с народом Израиля. из этого получается разная утварь храма, они, скажем так, строят вот эту вот систему полного и особой встречи со Всевышним. посредством всех органов, всех чувств, которые есть у человека. И раскрывая, естественно, то есть, да, что это мешкан и тваадут, огельмуэд, вместо встречи, а не только мешкан гайдут, то есть, вместо свидетельства. И в принципе, до этого мы показывали, кстати, я показывал две задачи мешкана, то есть, переносного храма как отдельный, но по-настоящему они вместе соединяются, они вместе соединяются, друг другу помогают. Первое. Во-первых, между ними есть прямая близость, то есть, да, вот ковчег, там скрижали, скрижали, очень близкие к Крувим, Крувим близкие, то есть, минорик, хлебам и так далее, к жертвунику, но кроме всего этого есть еще очень важная вещь. Что символизирует в ковчеге то, что в ковчеге? То, что произошло в прошлом. То есть, в пик свадьбы, мы говорили свадьбу, правильно? То, что, скажем так, было выбито на камнях свидетельство того, что произошло когда-то международом Израиля Всевышним, когда они встретились в своем лицу и дошли до пико. Но если этим бы и закончилось, то тогда мы бы остались, скажем так, неодушевленным камнем, который память, то есть, да, и так далее, не более того. Теперь, если мы вернемся назад к аллегории с браком, то есть, если остается только память о фотографии свадебной, что мы помним о том пике, то есть, если бы пара жила тем, что она вспоминает, как они хорошо встречались, как было классно, какая была крутая свадьба, и на этом все, это, конечно, хорошо, это ностальгия и так далее, но этот брак долго не проживет, потому что этому браку нет будущего, он не развивается, никуда. поэтому по-настоящему здоровые отношения между мужем и женой, то есть, внутри брака, как оно сделается, когда они постоянно, то есть, называется, создаются и обновляются, то есть, дальше, и там они постоянно, то есть, называется, живут, как они живут, для того, чтобы они жили, что нужно сделать, нужно, чтобы происходил постоянная встреча между парой и разговор между ними, разговор, общение и развитие. И это, возвращаясь сюда, то, что происходит в храме, с одной стороны, есть корень, с которого все началось, свидетельствующий о том, то есть, что было хорошо и где начался этот пик, и это свидетельство, где наш, и с другой стороны, это постановка встреча и развития и так далее, это, причем, которая включает все, все, органы чувств человека. И, в принципе, таким образом происходит, происходит, скажем так, неописуемая встреча, то есть, особая, в этот момент, то есть, как бы встреча, между которой берет из прошлого и с теми вещами, которые были в прошлом, и вместе с этим обновляется в настоящем, смотря в будущее. и таким образом это создается полная, то есть, полная, полноценная жизнь, которая дает ощущение продолжения. Это, то есть, задача храма, которая происходит с его утверью и так далее. И это то же самое, если бы в браке должно быть. Недостаточно, то есть, все сказки, знаете, как заканчиваются, то есть, свадьба и жили они долго и сейчас, это неправда. По-настоящему сказки должны начинаться со свадьбы, потом, как они жили, потому что все самое интересное происходит потом, потому что, если только свадьба и закончилась, то же долго и счастливо жить они не будут. Нужно, чтобы продолжалось развитие, нужно, чтобы продолжалось общение, нужно, чтобы продолжалась встреча лицом к лицу всеми органами чувств, как в паре, так и со Всевышним. Присоединяясь к прошлому, продолжаясь называется и сейчас и так далее. Сегодня храма нет, так что мы делаем? Всевышний сказал ваясули мигдаш вишаханты бетухам. То есть, сделай мне святилище, я буду обитать среди них. Это святилище не обязательно нужно быть физическое. Это святилище можно сделать и метафизическое. То есть, в наше время, когда человек служит и идет навстречу Всевышнему всеми органами чувств, то таким образом он, причем присоединяясь с Сенатическим откровением, Сенатическое встрече, что он делает в храм, то, что называется в духовном плане сегодня. Сейчас у него он соединяется, он делает святилище внутри себя, внутри своего дома и с Божьей помощью мы все удостоимся тому, что храм будет построен и мы увидим физически тоже. На этом мы сегодня закончим. Надеюсь, что вам было интересно. Запись на этом я заканчиваю. Всего хорошего тем, кто слушал записи, слушает записи. Увидимся, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok